Добрый вечер на телеканале Интекс. Итоговая информационная программа «Семь дней сегодня» вы увидите. Более 150 представителей ООН, в числе которых спортсмены, дипломаты, студенты и артисты эстрады посетили наш город в составе делегации «Экспресс ООН-70». Приуроченный к юбилею со дня основания организации, проект призван привлечь внимание к действенности ООН и продемонстрировать суть программы устойчивого развития, которую месяц назад приняли мировые лидеры. Барановичский водоканал открыл новый цех механического обезвоживания, который оснащен энергоэффективным оборудованием, а весь технологический процесс полностью автоматизирован. Это позволит повысить качество очистки городских стоков и снизить экологическую нагрузку. Цех – один из этапов строительства биогазового комплекса на очистных сооружениях предприятия «Водоканал». Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Романович провел прием граждан по личным вопросам в Барановичах. Среди горячих вопросов – капитальный ремонт дома и льготное кредитование жилья. Семь лет лишения свободы и возмещения морального ущерба Барановичский суд вынес приговор пьяному водителю, который летом этого года сбил двух девушек вблизи деревни Стайки Барановичского района. В Барановичском государственном университете в этом году места в общежитиях получили 95% от общего числа желающих. Это один из самых высоких показателей в белорусских вузах. А теперь об этих и других темах подробнее. Необычный поезд прибыл в наш город в прошлое воскресенье. Среди его пассажиров – спортсмены, дипломаты, студенты, артисты эстрады, представители первичных и религиозных организаций. Всех этих людей объединил проект «Экспресс ООН-70», приуроченный к юбилею со дня основания Организации Объединенных Наций. Предполагается, что данный проект позволит повысить уровень осведомленности населения о приоритетных задачах и целях устойчивого развития республики в последующие годы. С платформы Минского вокзала этот необычный поезд отправился 23 октября. Свою следующую остановку он сделал в городе Гродно. А Барановичи стали следующими на пути следования поезда. В рамках акции «Экспресс ООН-70» делегация, в состав которой вошли не только представители ООН, но и члены правительства, общественных организаций и молодежь в течение всей недели будут колесить по городам Беларуси в поисках новых целей устойчивого развития. В качестве одной из остановок на пути следования поезда «Экспресс ООН-70» наш город был выбран не случайно. С 2013 по 2015 год Барановичский район участвует в проекте программы развития ООН «Зеленое кольцо», главная цель которого – развитие в регионе эко- и агротуризма. По мнению инициаторов проекта, которыми выступили представители общественного объединения «Неруш», Барановичский район – перспективная площадка для развития таких видов туризма. Не случайно объектом для демонстрации работы ООН по проекту «Зеленое кольцо» в Барановичском районе была выбрана усадьба Адама Мицкевича в деревне Заосе. Барановичи – очень важный объект. Дело в том, что Барановичи – это не только культурный, это не только исторический объект, но это и объект реализации проектов программы развития ООН и международного агентства «ЮСАЙД». Это проект по «Зеленому кольцу» Барановичей. То есть это экологический, это и туристический проект. И самое главное, что этот проект, он уже опережает реализацию цели устойчивого развития. Ведь если мы посмотрим на цели устойчивого развития, это создание рабочих мест, это экологическая устойчивость на суше, это борьба с изменением климата, это устойчивое партнерство на местах. Как раз-таки Барановичский проект, проект «Зеленое кольцо» Барановичей, он как раз-таки опережает принятие цели устойчивого развития. Он их реализует на практике. Это очень важный проект, он показательный. Посещение усадьбы в местечке Заосе, как и вся компания «Экспресс-ООН-70», позволяет наглядно продемонстрировать суть программы устойчивого развития, которую почти месяц назад приняли на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Тогда лидеры организации поставили перед собой 17 целей, таких как ликвидация нищеты и голода, достойные условия труда и искоренение безграмотности. Ровно месяц назад, 25 сентября, в Нью-Йорке главы 193 государств и правительств мира собрались на саммит развития. И это был очень важный саммит, на котором были приняты 17 целей устойчивого развития и 169 сопутствующих задач. Это те цели, которые народы мира к 2030 году будут вынуждены осуществить. Это очень важные цели. Это цели ликвидации нищеты, это цели, направленные на ликвидацию неравенства и на ликвидацию экологической деградации. Наш поезд «Экспресс ООН-70» выдвигается в регионы для того, чтобы донести цели в области устойчивого развития до простого населения, с тем, чтобы не только народы мира, но и народы нашей Белоруссии, страны, которая создавала Организацию Белоруссии, чтобы они могли принять участие в осуществлении этих целей устойчивого развития. Это очень важный посыл. Идея «Экспресс ООН-70» в Белоруссии основана на опыте «Пекинского экспресса», который был организован ПРООН в 1995 году. Всю неделю поезд будет колесить по городам Белоруссии, что позволит определить цели устойчивого развития на ближайшее будущее, обсудить подходы к совместной реализации новой программы, а также подготовить почву для новых партнерских отношений. С 2009 года в Барановичах началось осуществление проекта по модернизации очистных сооружений в рамках республиканской программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь». Источник финансирования – Международный банк реконструкции и развития. 29 октября в торжественной обстановке был запущен в работу Цех механического обезвоживания. Это один из этапов строительства биогазового комплекса на очистных сооружениях предприятия «Водоканал». Стоимость цеха – 3 миллиона долларов. Возведение цеха по механическому обезвоживанию осадка началось в 2014 году. Осуществление проекта стало возможным благодаря займам банка в размере 3 миллионов долларов и средствам областного бюджета в размере 3 миллиардов рублей. Как было отмечено на открытии цеха директором водоканала Виктором Колосовским, строительство завершено в срок и выполнено качественно. В открытии цеха приняли участие заместитель председателя облсполкома Виктор Цаковский, первый заместитель председателя гурсполкома Наталья Федорова, директор литовского предприятия «Аргинта» Артурас Мразаускаус, директор государственного предприятия «Белкомтехинвест» Александр Зиневич. Тендер на проектирование цеха выиграла немецкая компания «Гидроплан», а на строительство литовская фирма «Аргинта». Примечательно, что строительство велось без остановки самого технологического процесса на очистных сооружениях. Цех позволит уменьшить нагрузку на подземные воды, на грунтовые воды, на атмосферный воздух вокруг очистных сооружений, ну, соответственно, Баранского региона, снизить поля фильтрации для обезвоживания ила, ну, примерно где-то в 15 раз. Ну, проект считается больше, чем экологическим, чем экономическим для сохранения нашей природы. Ну, мы же должны думать о будущем поколении, то есть отходы жизнедеятельности, они всегда будут, есть и будут, для того, чтобы эти отходы как-то потом захоранивать, где-то нужны площади, площадей же не очень много. А после того, как мы этот цех ввели, то есть я же сказал, что 15 раз уменьшится объем уже, физический объем, то есть поля фильтрации нам уже не нужны будут. Осадка? Нам нужны будут только для складирования, уже площадки для складирования того кека, который уже вот будет на выходе очистных сооружений. В будущем, да, будет рассматриваться еще вопрос, и вот этот кек можно использовать как удобрение в сельском хозяйстве, либо в лесном хозяйстве, но это уже следующий этап, следующий этап, скажем так, того использования этого материала. В Беларуси только в двух городах до Брановичей были построены подобные объекты. В Минске и Бресте в данный момент идет тендер на выбор подрядной организации для продолжения строительства биогазового комплекса. Цех оборудован самым современным энергоэффективным импортным оборудованием. Весь технологический процесс обезвоживания и осадка полностью автоматизирован. Здесь это, в этом объекте, как раз вот эти все решения, которые уже, я говорил, в Европе есть, как бы, осуществлены, здесь тоже внедрено. В принципе, вот все оборудование, вся автоматика позволяет работать в закрытом цикле. И вот ил, который очень воняет, его, в принципе, нигде не видно, все закрыто под трубопроводом, и человек только сидит у компьютера и смотрит за цифрами. Цех по механическому обезвоживанию осадка – не единственный проект водоканала с привлечением иностранных инвестиций. Второй объект – реконструкция водозабора «Щара-2», которую предполагают завершить в декабре этого года, и третий – строительство комплекса сооружений по стабилизации осадка, сооружений по использованию биогаза с реализацией в 2016 году. Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Романович провел прием граждан по личным вопросам в Барановичах. Среди горячих вопросов – капитальный ремонт дома и льготное кредитование жилья. Подробнее в нашем следующем сюжете. Прием по личным вопросам заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Романович провел в Барановичском райсполкоме. Рассматривались жилищные вопросы, капитальный ремонт дома и льготное кредитование жилья. По каждому из обращений Иван Романович выслушал объяснение местных властей, какие меры предпринимались для решения вопроса, на какой стадии сейчас находится проблема, что планируется делать для ее решения. Так, жительница Барановичского района, которая позвонила на горячую линию, жаловалась на то, что в доме, где она проживает, ни разу не делался капитальный ремонт, а только текущий. В частности, ее волновало состояние системы вентиляции и отопления. Гражданка неоднократно обращалась во многие инстанции. Чтобы разобраться в ситуации, по ее месту жительства направили комиссию для изучения состояния жилья и разработки проектно-сметной документации. Однако было принято решение к 2020 году не включать дом в график капремонта. Вопрос капремонта заместитель председателя Комитета госконтроля считает решающим. Проследить за судьбой дома поручено районному исполнительному комитету. Сегодня много людей, которых якобы не удовлетворяют условия проживания, но одновременно в сию минуту сделать ремонт не в состоянии. Никто. Тем более, когда впереди очередники, скажем так, люди, которые состоят длительное время дома по графику в очереди и сроки ремонта подходят. Поэтому, конечно, мы будем изучать так же. Я считаю, что будет правильно, если мы полторно выйдем на этот дом, полторно еще раз убедимся, в каких они условиях живут, выносимых, невыносимых, и тогда примется окончательное решение. Второй вопрос более сложный и неразрешимый на местном уровне. Вот уже полтора года многодетная семья Шавель, которая живет в поселке Советский Баранышского района, не может получить льготный кредит на строительство жилья. Семья уже обращалась и в областполком, и в администрацию президента, но ответ один – в связи с ограниченными ресурсами отказать. Представитель банка пояснил сумму, предназначенную для кредитования жилья в этом году банк уже выбрал. Списки на будущий год пока не формируются. Это касается всех многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в очереди на получение льготного кредита. Представитель госконтроля пообещал лично разобраться в этом вопросе, обратиться в правительство и Беларусьбанк и узнать, действуют ограничения для всех многодетных семей или есть исключения и в этом случае пойти навстречу. Меня даже удивило, что мало жалоб, потому что, как правило, люди ожидают приезд работнику комитета льготного контроля и много жалоб изливают даже на бездействие органов власти. Но, как вот сегодня, я бы этого не сказал, потому что, во-первых, два обращения – это практически, значит, ничто. И я думаю, что все-таки в районе Барановском эта работа поставлена на должный уровень. И вот те вопросы, которые сегодня поднимали, конечно, они не подвластны даже и местным органам, ибо вопросы льготного кредитования жилья – это, в целом, для стороны нашей. Они сегодня являются, значит, непростыми. И люди, каждый старается воспользоваться такой возможностью получить льготный кредит, но, к сожалению, у нас же ресурсы тоже небезграничные. Но решаются эти вопросы. Поэтому этот вопрос, который сегодня был обозначен, я с своей стороны пообещал, что изучим мы еще раз, чтобы помочь многодетной семье в этом вопросе. Первый заместитель председателя комитета госконтроля отметил, что для него стало неожиданностью небольшое количество обращений. Он предположил, что это благодаря грамотно построенной работе с населением. Однако еще раз призвал местные органы власти относиться к каждой проблеме очень внимательно. Детально изучать все обстоятельства, даже если человек уже неоднократно обращался в различные инстанции. Ведь зачастую конфликт назревает из-за непонимания сторон. Поэтому самое главное – уметь правильно объяснить людям ситуацию. Барановический суд вынес приговор 22-летнему жителю района, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в июле этого года сбил двух девушек вблизи деревни Стайки. ДТП произошло на спуске с гравийной дороги при обгоне попутного автомобиля. В результате происшествия две местные жительницы, девушки 17 и 18 лет, получили серьезные травмы и были госпитализированы. Какой приговор по этому делу вынесут в нашем следующем сюжете. Это происшествие, случившееся в июле этого года, всколыхнула общественность далеко за пределами Барановического района. Новость о том, что пьяный бесправник сбил двух девушек-пешеходов под Барановичами, со скоростью света облетело белорусские СМИ, подкинув по линии, вы без того жаркое пламя общественных обсуждений. По материалам дела установлено, что обвиняемый в один из дней июля 2015 года, управляя угнанной автомашиной, двигался по проселочной дороге возле деревни Стайки, начал совершать обгон транспортного средства. В силу неувнимательности и неосторожности выехал на полосы встречного движения, где по обочине в это время шли двое несовершеннолетних девушки. Сбил обоих, одной потерпевшей причине тяжких телесных повреждений, второй потерпевшей причине менее тяжких телесных повреждений. Оба преступления и угон транспортного средства и управление транспортным средством, повлекшим по неосторожности причинение телесных повреждений, обвиняемый совершил в состоянии алкогольного опьянения. Лидирующие в сводках ДТП наезды на пешеходов, а также аварии, произошедшие по вине пьяного водителя, стали причиной внесения в Уголовный кодекс Республики Беларусь соответствующих изменений, которые предусматривают дополнительную ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Уголовный кодекс Республики Беларусь были внесены изменения и предусмотрена дополнительная уголовная ответственность за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений или смерти потерпевшим одному или двум лицам и так далее. Это части 4 и 5 статьи 317 Уголовного кодекса. Следует отметить, что в этом году суд Барановичского района города Баранович поступил уже 4 дела такого рода и, соответственно, наказание за такие преступления суд выносит достаточно жесткие. Водитель, виновный в ДТП с участием пешеходов, в зависимости от тяжести полученных потерпевшим травм, может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. В случае со Стайковским бесправником обе девушки были доставлены в больницу с серьезными травмами. За наезд на пешеходов на угнанной машине, да еще и в состоянии алкогольного опьянения, подсудимого приговорили к 7 годам лишения свободы. Помимо этого, мужчине придется выплатить пострадавшим девушкам денежную компенсацию в размере 120 и 30 миллионов белорусских рублей. А теперь напомним о других событиях этой недели. Об эффективной деятельности Барановичского районного потребительского общества шла речь на очередном заседании районного исполнительного комитета, в работе которого приняли участие председатели комитета государственного контроля Брестской области Дмитрий Баско, заместитель председателя правления Белкапсоюза Валентина Назарук. Повышение продуктивности лесов и улучшению их качества был посвящен республиканский семинар, который проходил на базе Барановичского лесхоза. Участие в форме приняли более 100 участников со всех регионов страны, а также специалисты Министерства лесного хозяйства и Института лесонациональной академии наук Беларуси. Открытие женской консультации в Варановичском родильном доме улучшило доступность и качество оказания медицинской помощи. У пациенток появилась возможность получать комплексную помощь под одной крышей гинекологического корпуса роддома. 11 материалов рассмотрели специалисты комиссии по делам несовершеннолетних горосполкома. Несмотря на каникулы, материалов меньше не становится. По-прежнему в центре внимания правонарушения и преступления детей, взаимоотношения в семье, а также выполнение родительских обязанностей. Интересы и способности барановических студентов не ограничиваются учебной программой. Это подтвердил 12-й фестиваль-конкурс «Таланты Барбовы-2015». Поиск крыши над головой – одна из самых злободневных тем для современного белорусского студента. Количество молодых людей, которые получают высшее образование, постоянно растет, а количество мест в общежитиях не увеличивается. Особенно сложная ситуация в Минске, куда съезжается молодежь со всей страны. На территории кампуса Барановического государственного университета три общежития, в которых проживает более тысячи студентов дневной формы обучения. И одно общежитие арендуется у Барановического технологического колледжа «Белкапсоюзом». Какие условия сегодня предлагает студентам Барановический университет и как получить комнату в студенческом общежитии в нашем следующем сюжете. Студенческие годы – это тот период жизни, когда происходит становление человека как самостоятельной личности. А студенческое общежитие – своего рода стартовая площадка, на просторах которой универсанты отрабатывают сценарии будущей самостоятельной жизни. Внешне комнаты общежития на территории кампуса Барановического государственного университета мало чем отличаются от обычной квартиры. Здесь тоже есть прихожая, раздельный санузел и даже кухня. А сами комнаты оборудованы всем необходимым не только для учебы, но и отдыха. У нас проживают белорусские студенты, туркменские студенты, студенты из Китая и других национальностей ребята проживают. Сегодня я вам расскажу немножко о нашем первом общежитии. Оно самое старшее, ему 10 лет. Казалось бы, 10 лет – это небольшой возраст, но университету 10 лет и общежитию 10 лет. Мы наработали свои традиции, свои правила, свои правила проживания. И ребята знают эти правила и, как правило, ценят их. Сегодня мы с вами увидим условия, в которых проживают наши студенты. Это блочная система. Блок состоит из двух комнат. Кухни обустроены. Там есть холодильник, плита, мебель. И двух комнат. В одной живут два человека, в другой четыре. Также там находится санузел. Он раздельный. Условия очень хорошие. У нас тепло, светло, весело и дружно мы живем. С этого года получить комнату в общежитии Барановичского университета может любой первокурсник. Для остальных студентов существует рейтинговая система. Сейчас мы можем говорить о том, как обустроена жизнь в нашем общежитии. Часто задают вопрос, а как же в ваше общежитие заселиться? Дело в том, что с этого года у нас заселяются все, без исключения первокурсники, которые нуждаются в заселении в общежитии. И существует рейтинговая система. Если студенты хорошо учатся, то есть средний балл их выше 6,0, значит они имеют все права заселиться в общежитии. Честно говоря, в общежитии жить это просто огромный супер шанс, потому что общежития в нашем университете современные, они благоустроенные, комфортабельные. То есть это просто двухкомнатная квартира, широкий спектр услуг. В общежитии очень хорошо развита досуговая деятельность. Мы всегда можем участвовать в каких-либо мероприятиях, собраться просто компанией в комнате для отдыха и занятий, что-то обсудить, какие-то насущные проблемы, что-то решить, поиграть в какие-нибудь развивающие веселые игры. Жить в общежитии это очень удобно для студента, так как плата за общежитие естественно ниже, чем за квартиру и условия, поверьте, здесь ничуть не хуже. Для организации порядка и досуга в каждом из трех общежитий есть свой орган самоуправления. Студенческий совет состоит из нескольких секторов, каждый из которых отвечает за ту или иную сферу студенческой жизни. Но главная его задача – создание благотворных условий для отдыха, проживания и личностного роста студентов. У нас существует студенческое самоуправление, но самоуправление это не значит, что все пущено на самотек. Конечно, у нас круглосуточно находятся взрослые люди в общежитии, у нас есть заведующая Горбач Ольга Семеновна, воспитатель, дежурные. И ежедневно мы приглашаем кого-то из специалистов. К нам часто приходит наш доктор Климова Алина Иосифовна, она тоже проводит беседы с нашими студентами. Мы часто приглашаем участковых милиционеров, интересных людей. К нам приходит администрация нашего университета. Я получил общежитие, так как, во-первых, я участвую активно в университете, во-вторых, у меня балл не ниже среднего. Я много участвую в университете, поэтому меня администрация заметила и решила мне предложить стать председателем. Это очень большая возможность проявить себя еще более открыто. Ребята, которые не состоят в студсовете, они прислушиваются, я не могу сказать, что они отвергают студсовет, они прислушиваются к нашему мнению, так как мы, во-первых, старше их, во-вторых, мы более налаженно общаемся с администрацией, так как мы можем, если у них есть какие-то вопросы, мы можем выслушать их и задать администрации эти вопросы, которые они не могут сами лично задать их. В последние годы высшие учебные заведения Беларуси берут курс на экспорт образовательных услуг. Обеспечение жильем иностранных граждан зачастую одно из главных условий их обучения в Беларуси. Международное сотрудничество в Барановичском государственном университете базируется на принципах двустороннего сотрудничества и равенства. Об этом студентам напоминает интернациональный уголок, созданный общими усилиями студентов и преподавателей. Стоит отметить, что проживание зарубежных студентов несколько отличается от привычных условий проживания белорусских. Здесь свою лепту вносят национальные традиции, к которым персонал общежития относится с должным уважением. В целом заполненность общежития в текущем году составила 95% из 100, а в прошлом году жильем были обеспечены 100% нуждающихся в нем студентов. В необычном формате проходят осенние каникулы у некоторых, школьников Барановичского района. Турнир по страйкболу на днях организовали для учащихся новомышского сельскохозяйственного лицея и Жемчужинской средней школы, сотрудники СПЦ и комиссии по делам несовершеннолетних. Мероприятие прошло в рамках белорусско-голландского проекта «Дом там, где сердце», который вот уже два года реализуется общественным объединением «Здоровый выбор» при поддержке Евросоюза. В шутку этот вид спорта называют «войнушкой». Так же, как и детская игра, страйкбол – это моделирование войны, командная военно-спортивная игра, исход которой решают не только физические навыки, такие как скорость и меткость, но и умение стратегически мыслить, строить тактику ведения боя. Проект «Дом там, где сердце» создан с целью обеспечить полноценное всестороннее развитие детей, чьи родители страдают от алкогольной зависимости. Турнир по страйкболу – это возможность открыть ребятам новые горизонты и предложить подрастающему поколению альтернативное времяпровождение. Мы находимся в Барановичском районе, в лесу. Место уникальное, а сегодня оно уникальное вдвойне, потому что здесь проходят соревнования, если по-другому назвать, то это настоящие военные действия среди команд, составленных из подростков и сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних Барановичского РУВД. Игра страйбол, очень интересная, очень азартная, такой креативный подход в работе с подростками выбран, и я думаю, что сегодня получат удовольствие не только ребята, но и сотрудники инспекции. Я думаю, что это поможет, кроме того, что достичь сегодня победы, они все настроены на победу, это еще позволит достичь того, что между собой подружатся, больше узнают друг друга. Я думаю, что вот это, наверное, достаточно интересные перспективные формы работы у нас. Вопреки мнениям, страйкбол – не агрессивный вид спорта. Это командная игра, призванная сплачивать людей, а потому основная идея страйкбола заключается в том, чтобы играть было весело и интересно. Игра ведется на честность до первого попадания, никакие споры между командами здесь недопустимы, а игроки, выясняющие отношения между собой во время игры, выбывают из нее до самого конца. Потребление алкоголя в молодежи вообще, считаю, недопустимым. Лучше бы они приезжали к нам в гости. Это их отвлечет от алкоголя на 100%. У нас по нашему месту проведения видно, что лес специально предназначен для спортивных мероприятий. стараемся отвлечь детей от сиденья за компьютерами, чтобы вышли на природу. Работа с допризывной молодежью проводится. Ну и патриотическое воспитание, соответственно. Ребята больше не насиживают дома злобу какую-то, еще что-то не накипает. Они пришли сюда, они выплеснули свои негативные эмоции и домой уже идут отдохнувшие морально, но уставшие физически. У них уже нету, как говорят, дурной энергии на какие-то действия. Белорусско-голландский проект «Дом там, где сердце» стартовал в январе 2013 года. Чтобы обеспечить широкий охват территории, для реализации программы были выбраны пять регионов республики – Шкловский, Борисовский, Лицкий и Оршанский район. В Брестской области проект был внедрен на территории Барановичского района. При поддержке организаторов, которыми выступили общественное объединение «Здоровый выбор» совместно с голландским некоммерческим объединением ICDI, каждый регион разрабатывает свои мини-проекты, направленные на искоренение алкогольной зависимости, организацию работы с алкогонизированными семьями и, в частности, с детьми, чьи родители злоупотребляют спиртными напитками. Этим сюжетом мы завершаем сегодняшний выпуск. Впереди реклама и прогноз погоды. Всего вам доброго. До встречи в эфире.